Свои двери резиденция Деда Мороза и Снегурочки распахнула еще 27 декабря. Все зимние праздники юные нижнекамцы могли заглянуть в гости к сказочным героям. Мальчишки и девчонки рассказывали стишки и пили песенки, чтобы получить вкусный подарок от дедушки. Елка новогодняя в комнате стоит, листая игрушками с нами говорит. Свиняет елочка с грусти зимний лес, полный звонких песен, сказок и чудес. В резиденции можно было застать как дедушку Мороза, так и его татарского брата Кышбабая. Вчера был русскоязычный Дед Мороз, сегодня я иду Кышбабай, татарскоязычный. Но, конечно же, стихи можно рассказывать и на татарском языке, и на русском языке, и на всех языках мира. Новая резиденция понравилась всем без исключения. Еще бы, каждый пришедший за сказочным настроением уносил с собой частичку чуда и сладкий презент от главных новогодних героев. Мишка рассердился и ногою стоп, стесняется. Иди подарок, берите на Розу. Будешь брать? Най-ка, шмой, бульяк, бери. Ой, молодец. Положительные эмоции в преддверии праздника от такой волшебной встречи получили не только детям, но и сами взрослые. Я очень рада, что в Нижнекамске впервые появилась резиденция Деда Мороза. У меня маленький ребенок, ей всего полтора года, и она Деда Мороза еще не видела. И это очень хорошая возможность ребеночку прийти, рассказать стихотворение и получить подарок. Моя доченька очень довольна. Артисты драматического театра и театра юного зрителя в лице Деда Мороза и Снегурочки с радостью принимали всех, кто верит в то самое новогоднее чудо. Сегодня ко мне пришли детишки, рассказали стихи, спели песенки, а я им подарки раздавал. С Новым годом вас! Здоровья, счастья и благополучия! За все праздничные дни сказочные герои раздали юным нижнекамцам более тысячи вкусных подарков. Известно, что остальные сладости будут переданы малоимущим семьям и детскому дому. Людмила Березина, Анастасия Терешкова, Влас Семагин, Энмедиа.